Строительные работы на озере Дикой Утки ведутся, кажется, и днем, и ночью. Местные жители говорят, что ежедневно сотни большегрузов привозят сюда грунт и строительный мусор. Активисты куда только не обращались, но засыпка по-прежнему продолжается. Потеря озера, как говорят местные жители, это большой удар по экологии Рязани. За помощью они обратились к первому секретарю Рязанского обкома КПРФ Денису Сидорову. Проблема в том, что это озеро находится в зоне Р6, на которую нельзя складывать строительный мусор. А как, наверное, вы все знаете, я был свидетелем того, что свозились машины, самосвалы, свалился строительный мусор. Не раз экологи обращали внимание на то, что на озере Дикой Утки поселилась большая колония разных птиц, как обычных, так и краснокнижных. Кряквы, утки, озерные чайки – все они уже привычные обитатели водоема. Там же гнездятся крачки, в том числе краснокнижная белощекая крачка отмечалась там на гнездовании. Ну и другие околоводные птицы. Из редких, например, это Малая Выпь, там же встречается. И по краям на деревьях располагается колония краснокнижной птицы Ремес. Денис Сидоров написал заявление начальнику МВД России по Рязанской области, где просит разобраться в сложившейся ситуации. Вообще, я считаю, что из-за наживы многие предприниматели совершенно не думают о будущем, не думают о будущем наших детей, наших внуков, нашего любимого города. Потому что без экологии, как мы здесь все будем жить? Это очень, на самом деле, неприятная ситуация. Я уверен, что многие активисты со мной согласятся и будут принимать все меры по недопущению таких ситуаций в будущем. И по ведению вот этой проблемы. И я думаю, что мы все доведем до конца, потому что так быть не должно. Экологическая обстановка в городе и так оставляет желать лучшего, говорит Денис Сидоров. И позаботиться об этом мы должны сейчас. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.